Совершенно нормально, никого не оскорбляющее видео, где девушка буквально по полочкам объясняет, в чем заключается проблематика токсичной маскулинности и такого поведения. Заметьте, она даже поставила в приоритет то, как токсичная маскулиность влияет на самих мужчин и то, как они влияют на других людей, ее посредством. Она составила очень реальное и правда хорошее уравнение. Кто не в курсе, ребята, маскулиность это, ну, типа, как бы мужественность, такой синоним слова. Ты делаешь вот так, ты получаешь вот это, ты делаешь вот так, и ты страдаешь от вот этого, что в принципе должно было раскрутить некоторые шестеренки у токсично-маскулинных мужчин, что в первую очередь они несут вред самим себе. Но. Они, как всегда, не поняли ничего. Женщина учит, как быть мужчиной, 21 век. В принципе, по ссылку прошлого, комментарий был такой же, поэтому комментировать не буду, смотрите. Есть такая забавная история от всего того, что мужчины всегда, веками, истории учили женщин, как быть женщиной. Это ведь никак не женщина придумала женскую роль. Нарядиться, стоять у плиты, печь блинчики и быть хорошей и послушной женой. Да поэтому они мужчины. И в поле сегодняшнего дня мужчины так мыслят и так думают. Но, конечно же, когда дело идет в обратную сторону, мужчины очень сильно оскорбляются и обижаются. И заметьте по контексту, как сильно их это оскорбляет червяк, учит орла летать. Девушка прямо в видео говорит о том, что мужчины транслируют свою токсичную маскулинность и, в принципе, токсичность на женщин. Показывают свою доминантность. Он считает себя орлом, а женщины, это же уже о многом говорит. Мужчины привыкли к тому, что мужчины в общем-то ассоциируются с чем-то сильным, и женщины с чем-то слабым, и поэтому мужчина может диктовать. Че, а серьезно, чаечки не говорят, что они слабый пол, типа, да, вот, прекрасная половина, слабый пол, они сами об этом не говорят, нет, да? А женщина какое-то там шелевое создание, которое нужно только... Особенно, когда баблишка надо, типа, ну я же девочка, я же слабенькая, да, а ты такой сильный мужчина, да, вот, ну, ты же возьми за меня ответственность, реши за меня проблемы, да, вот все, и таких 95%, да, вот этого вот нету все. А раз вы сильные такие, зачем тогда брать за вас ответственность? Вы же сильные? Ну, решайте свои проблемы сами. Для того, чтобы потреблять его. И вот еще один такой момент, пожалуйста, обратите внимание, когда женщины говорят про токсичную маскулинность, они это говорят не только для того, чтобы самим вынести какую-то выгоду, они делают в обществе лучше совершенно всем, включая самих мужчин. Детям, животным, женщинам, всем. Но те роли, которые мужчин навязывают женщинам, выгодны исключительно мужчинам. Сколько всего женщины исторически делали и делают для того, чтобы быть красивыми в глазах мужчин. Раньше женщины в Китае носили очень узкую и маленькую обувь для того, чтобы деформировать свои ноги и делать их маленькими. Женщины в Европе носили очень узкие корсиды для того, чтобы реформировать свои скелеты и быть очень тонкими в районе их талии. Сейчас женщины в возрасте ложатся под разные аппараты для того, чтобы шлифовать лицо, убрать морщины и прочее, прочее, прочее. Меняют разрез глаз, удаляют ребра, вставляют ненужный материал в грудь, который нужен не мужчинам, а в первую очередь их потомству. Женщины... Слышите, ладно, хорошо, пускай там средневековый какой-то там хрен, сейчас будем только за наше время говорить. То есть то, что сейчас делают женщины, это их кто заставляет делать? Губы качать, лоб качать, щеки вот эти вот, вот эти вот буфера, жопы там и так далее. Это что, это мы заставляем это делать? Вы что, серьезно что ли? Ё-моё! Не должна работать, но должна ухаживать за очагом, я могу сам ее обеспечивать. Но потом только женщина страдает от того, что она финансово зависима от какого-то мужика. Ты, конечно, можешь пойти работать, у тебя есть на это совершенно все права, но за дому все равно ухаживать будешь ты. И мы еще дошли до внутренних адаптивок и формата характера, который мужчины навязывают женщинам. Будь тихой, послушной, раболепной, буквально. Мне удобно, чтобы ты была тихушница, потому что только таким образом я смогу тебе вредить. Здесь же в этом видео женщина реально говорила о тех вещах, которые вредят своими мужикам, но они все равно обиделись, конечно же. Кто-нибудь выпустите ролик про токсичное ожирение женщины. И как всегда, мужчины стараются задеть женское эго через их внешность. И реально в большинстве... Не стоит, у тебя маленький, ты быстро кончил, тебе баба не дают. Я не знаю, там... Ну и там куча-куча еще разных... Может, мужчины там некоторые пытаются задеть там кого-то по внешности, а тут даже берется самая тонкая грань, типа задеть именно по интиму, да? Ну, то, что перечислено, не стоит, маленький-то у тебя там, мало стоит. И так далее, короче. Да, ну, ребята, что ты вот рассказываешь? Вот что ты рассказываешь? В большинстве случаев, потому что женщины лучше мужчин практически во всем, им остается докопаться только до внешности. И это ведь даже смешно, потому что они сами выдумали определенные стандарты внешности, а потом говорят женщинам, ха-ха-ха, я такой умный, ты им не соответствуешь. Хотя в большинстве случаев они даже сами своим стандартам даже близко не соответствуют. Ну и, конечно же, в комментариях у нас там были разные крутые стаицисты, которые никогда в жизни, какие слезы, ты что, и мужчина. Не забывайте, что именно такие мужчины очень часто потом оказываются в сводке насильников, преступников и так далее, которые говорят окружающим. И это факт. И реально от своего тела ожидаешь то, что ты будешь из раза в раз глотать свое собственное говно и не получишь от этого интоксикацию? Я тебя умоляю. И потом хватит, пожалуй, забывать о том, что агрессия, гнев, это тоже эмоции, еще как. Мужчины поголовно всем разбивают лица, жизни. Вы будете иногда говорить, что вы не эмоциональные? Я вас умоляю. Вспомните со школы хотя бы одну девушку, которая билась башкой о парту, когда получала плохую оценку. И мальчика. Вспомните, сколько дырок было в школьных стенах. И кто их выбивал? Вспомните, сколько похоронено жен от рук своих мужей. Мужей. Боюсь расстроиться, да вы все слабаки, потому что... Не буду говорить мужчины, скажу мальчики, мальчишки, пожалуйста, отгоняйте от себя этот образ бэтбоя. Вы не сексуальны, вы просто выглядите как... Вы можете вредить себе, всем откровенно, все равно. Но хватит хотя говорить окружающим. Я не как-то добрая тетя, которая вам скажет, вот вы делаете плохо себе. Нет, вы в первую очередь делаете плохо другим людям. Ребят, замечали, да, что много таких у меня там вырезок было, ребята? Там было много оскорблений. Ну, я не могу это пропускать на ютубе, потому что, ну, вот, нельзя. Вот, будут нарушения, вот. Ну, оскорбление здесь было. Ну, у нас с вами, конечно же, бэтбоев так называемых, да? Вот, то им надо бэтбой, то им... Кстати, ребята, забыл поздороваться. Всем здорово, станочной связи. Ну, бывает, ребята, за этот, заслушался немножко чайечку. Вот, то им нужен бэтбой, да, то им не нравится тряпка, типа, что ты такой не мужественный, не маскулинный и так далее. Ребят, честно сказать, вот их слушать, это все равно, что вот, я не знаю, ну, вот, вот, белый, я уже этот, употреблял такой термин белый шум, да, вот такой, когда телек шипит, когда там профилактика, типа, это примерно вот такой, да, вот. Миллион требований в секунду, вот, вечно какие-то двинься, вечно что-то не так, что-то, провода ли, вечно все не так. Так, мало, давай еще. Я сейчас уже не хочу рассказывать, ребята, что нас с вами ущемляют в государстве, в обществе, то, что мы с вами позже на пенсию выходим, да. Слушай, ты знаешь такую статистику интересную по вот, то, что, ну, пускай та же самая Россия, она первая, первая по мужским самовыпилам. То есть, просто жил же, вот такие мы счастливы, такие все тестостероновые, маскулинные, хопа, и выпиливаться хотим, да. А зачем, интересно, почему, по каким причинам-то, ё-моё. Мы же-то, у нас же так все классно, мы же главенствующие просто, да. Хопа, выпился, в окно вышел, там, взернулся. Ну, зачем, да зачем это мужчина делает, для чего? Ребята, не верите мне в статистику, гляньте, она же есть в открытом доступе. Права есть, все нормально, у них больше прав, у них прав больше. Ребята, я их уже неоднократно перечислял, те, там, где прав у них больше, нет, этого мало, 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 мало. И еще, еще, еще раз это доказывает тот момент, что если ты чайку посадишь тебе на шею, ребята, она привыкнет и будет все больше и больше тебя нагружать, ребята. Она туда еще маму посадит, она туда еще своих прицепов посадит, все свои требования посадит, подружек, лишь бы олень вез ее, и все, ребята. Поэтому ни в коем случае никогда не садите чайчик себе на шею, ребята, ни в моральном, ни материальном, ни физическом смысле. Потому что закончится все, это вот так вот, мало, давай еще, мало, 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 дай, 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 мало, мало. Вот это все, у него, понимаете, к концу ваших отношений уже, к завершению, у него весь словарный запас будет из пяти слов создать. Мало, дай, еще, хочу, быстрей, быстрей, все, больше ничего не будет. Ну, потому что это так работает, ребята, у них. Дашь пальчик, откусит по локоть, дашь по локоть, откусит всего тебя нахрен за съезд. Ну, потому что вот так вот у них это работает, ребята, это печально. Ребят, это не значит, что там нужно как-то там их хейтить. Нет, не надо, я призываю вас сюда, ребята, к адекватности. Не нужно, ребят, просто не давайте волю. Не надо, именно в отношениях с собой. Не давайте садиться на шею, не давайте пользоваться собой, не давайте финансы и так далее. И все будет нормально. Попытается, попытается, обломается, все, найдет себе другого, ребята. Ушла, до свидания, следующее, сломалась, несите следующую, все, все будет прекрасно. Не надо за ними бегать, там, типа думаешь, что это там самая, там одна единственная, не такуся. Нет, ребята, их миллионы таких ходят. Поверьте, найдете себе еще тысячу таких. И у каждого будут свои новые требования. Ребята, отучать их нужно. Отучать о требовании постоянно от мужчин. Отучать. И все будет прекрасно. Хорошего вам здоровья, ребята, и прекрасного времени суток.